Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в моём весеннем палисаднике. И мы посмотрим, какие растения выросли, как они перезимовали, и что предстоит ещё сделать этой весной, чтобы он стал ещё краше. И у нас, конечно, вокруг дома такая красота сейчас стоит. Цветёт рододендрон, видите? Даже не надо ходить за ним далеко куда-то в сопке, потому что Миша привёз из тайги, и мы посадили по краям четыре куста рододендрона. И такая красота, что невозможно сказать, потому что ещё ничего не цветёт, а уже только рододендрон балует наш глаз. А вот очуток морозостойкий. Смотрите, хорошо перезимовал. Вообще даже не ожидала. О, какие налитые листья! Чувствуется мощь! А это у меня бадан. Бадан я специально купила для того, чтобы он у меня был в палисаднике. Очень красиво цветёт. А смотрите, как хорошо перезимовала у меня аквилегия. Красавица будет! Красавица! У меня два куста. Вот это фиолетово-жёлтый. А это спирея. У спиреи, конечно, отмёрзли веточки, потому что зима была холодная. А вот ирис чёрный, доставшийся мне бонусом, красавчик выжил. А это аквилегия розовая. Она тоже хорошо себя чувствует. Так, а вот это вот спирея. Жалко, конечно, что верхние веточки замёрзли, но не было снега. Но зато будут тюльпаны. Видите? А это вегела. Очень красивый куст. Цветёт такими тёмно-розовыми цветами. И я постаралась его рассадить за домом. Но посмотрите, что из этого получилось. Добрый день, дорогие друзья! Вот такая проблема. Я не думаю, что человек этот был невменяемым. Но посмотрите, как он заехал лихо. За домом на зелёном склоне у нас бабушки сажают цветочки. Некоторые деревья сажают в шины, чтобы предотвратить их от случайного наезда. И вот посмотрите, что сделал этот водитель. И вот человек, я не думаю, что он не видел эту шину. Он просто наехал на всё это дело и забил. Плевать он хотел. Я вот такой крутой захочу и поставлю машину вот здесь. Вот нравится Косогорчик. Ну и что, что тут дети бегают, что тут сажат цветы, пытаются оплодородить. А я вот так хочу. И, между прочим, я бы не сказала, что все места заняты. Вот там гор, вот здесь дорога. Можно выше поставить, вот там припарковать. Вообще ровное место. Никому мешать не будешь. Нет, но надо поставить вот именно сюда, на газон. Наехать на всё это. И плевать я хотела. Вот так вот. Что вы скажете на эту тему? Вот как с такими людьми ещё разговаривать? Не знаю. Ребята, а может быть у него это получилось случайно? И он совсем не хотел этого сделать? Ну что ж, выйди тогда, возьми ведро, полей, поправь всё. Но нет же, этого не произошло. Так что запомните, парковка на газоне запрещена. А мы заложим здесь сад. И вот у меня уже пионы проклёнулись. И природа берёт своё. А это лилейник. Очень красивый, кому как. А мне нравятся его оранжевые головки. И смотрите, он самый первый вылез из-под земли. Это радостно на него смотреть. Ну и, конечно же, рододендрон. А вот таким вот образом мы поливаем наши растения. Это нам повезло. У нас из подпорной стенки бежит вода. Правда, на подпорную стенку иногда страшно смотреть. Ого, наклонилась, по-моему, прилично. Но все нам завидуют, что у нас есть вода. Есть чем поливать. Да, ребята, вот копаю. И смотрите, чего только я не нахожу. Конечно, трава пытается взять своё, но полиэтиленовые пакеты, они тут уже сто лет. Самая стойкая, это, конечно, стекло. И его здесь навалом. Хоть сдавай в стеклотару. А вот корни акации. Акация здесь растёт. Уже выросли огромные деревья. Ну, не знаю, они подбираются к фундаменту дома и могут даже серьёзно повредить его, если ничего с корнями не делать. Обычно сажают низкорослые деревья. У нас акация вырастает. Это очень высокое дерево. Но мы продолжаем копать. И договорились с Галиной встретиться посередине. И тут появилась старушка с собачкой. Она сказала, а почему ты копаешь одна? А где мужчины? Я хотела было отшутиться, а потом думаю, почему бы и нет. И материализовала вот таких помощников. Они мне быстро всё закончили в два счёта. И мне не пришлось до самого вечера копаться. Ну, а цветочки я уже, конечно, посажу. Видите, как быстро и споро у них идёт работа. Вот, четыре руки. И вот так теперь выглядит палисадник сверху. Пока это не очень приглядное зрелище. Но уже видно, что с прошлого года растут хризантемы, даже смородиновый куст, лилейник, вербейник, золотой шар, а также люпины, кустрозы, флоксы. Всё это уже здесь будет. И потом увидите летом, как это будет красиво. Спасибо вам большое за то, что вы были вместе со мной. А я открою вам маленький секретик, то, о чём обещала в самом начале фильма. Как избавиться от кошек и собак в вашем палисаднике. Купите табачную пыль в цветочном магазине и посыпьте ею ваши грядки, ваши растения. Собаки и кошки очень не любят запах табака, потому что он отбивает у них нюх. А вот посмотрите, это гранат у меня на подоконнике огромнейший. А вот это то, что ждёт высадки в палисадни, как только станет тепло. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, вам пригодится мой маленький секретик. И до следующих видео. А с вами была Диана. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!